Итак, в предыдущем уроке мы создали новый текстовый слой и ввели текст. В этом уроке мы рассмотрим основные настройки при работе с текстом и способы форматирования. Для того, чтобы изменять настройки всего текстового слоя, необходимо выделить текст. Для этого используйте инструмент Text Tool. Но если вы планируете изменить настройки всего текстового слоя, то достаточно только кликнуть по его названию в панели слоев. Таким образом, в зависимости от задачи, выделите нужную часть текста или весь слой, а затем перейдите к настройке параметров. Основные параметры при работе с текстом содержатся в панели Character – Symbol. Здесь можно выбрать шрифт и стиль для текста, а также другие параметры. Изменения, которые вы вносите, тут же отображаются в рабочей области, так что нет необходимости их применять или подтверждать выбор. Для начала мы изменим шрифт для нашей надписи и выберем стиль шрифта «Жирный». Справа от списка шрифтов и стиля расположен инструмент для выбора обводки и цвета текста. Кликнув по цвету, можно легко изменить основной цвет текста, а также добавить обводку. Кликнув по значку в виде двунаправленной стрелочки, можно инвертировать выбор цвета обводки и цвета шрифта. Ниже расположены инструменты для выбора размера шрифта, межстрочного интервала и разреженности. Управлять этими параметрами можно с помощью мышки, просто потянув вправо или влево, а можно и ввести значение с помощью клавиатуры. Для этого просто кликните по выбранному параметру. Ниже находится панель настроек обводки. Здесь можно выбрать толщину обводки в пикселях и выбрать параметры «Обводка вокруг текста» или «Обводка внутри текста». Предпоследняя группа настроек позволяет изменить высоту и ширину текста, а также интервал между буквами. Последняя группа настроек позволяет изменять некоторые настройки текста. Здесь можно выбрать параметры «Жирный текст», «Наклонный», «Все прописные» и другие. Применять их также просто, достаточно только кликнуть по нужной иконке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...